Тое, что ситуация с дисциплиной у буддавничьих или не изменяется улепший бог видовочна, каля еще некольких годов тому, те аж каски, навод при их наявносте, буддавники практически не выкористовали, то теперь это обовязковая умова. Да и выпить бутыльку того ж вина подчас обеденного перепынку, теперь это вельми редкое выключение. Разум с тем, несчастные выпадки у буддавництвы, минавитое состояние алкогольного опьянения, все еще означается, по этой причине сегодня практически на всех рекомендациях, которые выдаются буддовникам, обовязковое потребование, узмацнить медицинский нагляд за работниками, хоть повышенная увага часто потребна и за тверозами специалистами. Порушение элементарных правил у техники безопасности, бдай головная причина несчастных выпадков. Препятствия, как канава или ров, вместо того, чтобы обойти, он постарается спрямить, перепрямить, в итоге травма или же проем опасный, обойди ты его, ограждение стоит, нет. Еще одна причина несчастных выпадков у буддавництвом комплексе – слабый контроль сбоку керовников, яке знаходится непосредственно на объектах. Хоть обвинувачивать только их, все ж таки нельга. Комиссии, яке контролюють ситуацию заховой працы, констатують у некоторых организаций экономить навэт на самом необходном, починаючи от спецоденния до тыжих страховочных поясов. Еще одна тема для обмеркования – бытовые умовы. Не то, якопены были незадовольняющими у так званых бытовках, и холодильники знаходятся, и микрохваливые печи працуются, и пятная вода привезена. Разом с тем, у сёга, это поэлики брахунку, учарашний день. Сегодня для бытовников уже истинуют сборщенные пересочные комплексы, где продукт деджина у сё, от душевых до мини-буфетов. Для организации деятельности такого комплекса уводится специальная посада, что дотворяет тому же прорабу займаться только непосредственно своими обовязками. Прораб не отвечает за этот комплекс. Он пришел, он отвечает конкретно за процессы производства, которые находятся пообъектно. А так ему еще приходится заглянуть в каждое бытовое помещение, проверить и огнетушитель, и микроволновку, и рукомойник, и воду. И это все наличие. С початку этого года в бытовнишем комплексе Гомельской области зарегистровано 7 несчастных выпадков, 4 из которых со смиротным заходом. С уликом того, что за весь минулый год загинувших было трое, ситуация выглядая не самым лепшим чином. Задача проводимого месячного безопасности выявить и ликвидовать причины порушений. Неджи для этого придется украсить достатково значные сродки, але уже зараз видовочно, что основная проблема у так званым человечем факторы закономили, посподевались на авось, те просто забылися об нечем саправды важном. Цена, питание, здоровье и житие людей.